Имеет смысл начать с общего анализа, а чем этот год завершается, и перейти уже к прогнозам года следующего. Что бы вы выделили самое главное за этот год? Я бы выделил прежде всего два обстоятельства. Первое обстоятельство, что взгляд на мир, на происходящее в нем событие руководства, военно-политического руководства Соединенных Штатов, администрации Соединенных Штатов после 7 октября, после нападения террористов на Израиль, как это было выражено в посланиях Байдена нации, в неоднократных выступлениях того же Байдена, Блинкина и Осина, посетивших Израиль, он полностью совпал с нашим, с тем, которое мы навязывали буквально американскому общественному мнению, американскому руководству в течение двух лет. что идет мировая война, мировая война объявлена силами зла, тоталитарными режимами, на уничтожение свободного народа Украины. А 7 октября это стало войной, направленной на уничтожение свободного народа Израиля. И именно эти слова были формулировкой в первом же обращении нации Байдена, что тогда на меня произвело большое впечатление, естественно, понравилось, что в этом обращении слова Украины упоминались нереже, чем Израиль. Путин и Хамас, вот это была параллель, проходившая через все высказывания американских руководителей, Путин и Хамас хотят уничтожить два демократического государства, анагилейт, уничтожить два демократического государства Украины и Израиль. Мы никогда не позволим это сделать, как самое сильное в мире государство, как лидер свободного мира. У нас достаточно сил, ресурсов, политической воли, вооружения, защитить нашим европейским союзникам Украины и нашего союзника на Ближнем Востоке. Это, казалось бы, идеальная точка зрения. Сколько битв было в течение этого года, чтобы ее достичь. Мы помним, там было две группы. Я называл откровенно, как американский гражданин, я называл американской предателем Америки, Бернса и Селивана, у которого была совершенно другая концепция. Ну, как раз в силу разоблачения переговора Бернса в ноябре 21-го года в Москве и Селивана летом 24-го года, 23-го года, влияние этих людей резко упало, и Блинкин и Остин играют решающую роль в администрации. Эти слова были поддержаны делами, очень весомыми. Посылка двух авиационных соединений на Ближний Восток и законопроект о помощи финансовой, в том числе в Украине, на 61,5 миллиард долларов. Ну, казалось бы, вот наши усилия политические, они принесли успех, и нужно сдать результаты. Но, что мы видим, прошло два месяца, эти деньги еще не утверждены Конгрессом. Эти деньги еще не утверждены Конгрессом, ну, по почти абсурдной причине. Американская администрация понимает значимость этого финансирования. Тот же Байден, тот же Остин неоднократно говорили, что отказ это будет геополитической катастрофой. Что оставить Украину без финансирования, это дать Путину успеть в войне, и после этого нам придется платить не деньгами, они повторяли это уже не один раз. Нам придется платить кровью, выполняя свои обязательства по статье 5, защищая страны НАТО. И лидеры республиканцев, те республиканцы, которые всегда были друзьями Украины, такие как лидеры меньшинства в Палате, в Сенате, Митч МакКоннер, Сената Линдзи Грэхэм, председатель комитета по иностранным делам Палаты, председатель Майк МакКол, да тот же спикер Мак Джонсон, они соглашались с этими, да, мы ни в коем случае, конечно, нужно поддержать этот закон, должен быть, но дальше следовал такой извращенный поворот американской внутреполитической мысли. Но именно потому, что все понимают, что это необходимо, мы, республиканцы, должны использовать этот шанс и заставить наших коллег-демократов, кроме того, и принять наш законопроект по эмиграции. В результате это тянется два месяца. Ну, конечно, все понимают, что рано или поздно это будет принято, примерно ясно, когда это будет сделано. Это будет сделано, это будет сделано до 19 января, когда истекает срок вот того временного бюджета, в рамках которого сейчас существует. Но мы, представляете, мы же видим, какое колоссальное негативное воздействие это оказало на украинское общественное мнение. Тем более, что в борьбу против этого понимания мировых событий выступила такая еще влиятельная сила в Соединенных Штатах, как лево-либеральная, крыло-демократическая партия. Они не очень широко представлены в Конгрессе, поэтому это не угрожает там голосованием, но они доминируют абсолютно во всей так называемой качественной американской прессе. Все эти Нью-Йорк Таймсы, Вашингтон Поза, вы видите, чем эти газеты заполнены, какими полосами в последние месяцы. Они внушают упаднические, пораженческие настроения в Украине, в Украину бросили, Украина надоела, Украине потерян интерес, Украина не смогла победить, да и никогда не победит русских. Поэтому давайте соглашайтесь на перемирие. Нью-Йорк Таймс публикует взрывы одну за другом, громадные полосы, что вот и Путин хочет мира. И, в общем, 22-го, вот вершина этого негатива, вот для меня самым тяжелым днем, пожалуй, на протяжении войны был, конечно, 12 декабря, 12 декабря этого года, когда Зеленский не смог, встречаясь с сенаторами, президентом не смог убедить американский Конгресс принять эти законы. Ну, слышал, с одной стороны, те же вежливые оговорки, что да, мы, конечно, заново, вот пусть там демократы примут законы. А в то же время две группы антиукраина. Вот эта громадная машина американской либеральной прессы синхронно с российской пропагандой. Ну, и мы видим, какая кампания была развёрнута в Украине, в которой блистали такие две наши с вами хорошие звезды и бывшие коллеги, как их очень здорово назвал один из украинских блогеров, Алтынина, Алтынина и Ларистович. Те же самые термины. Украина всё проиграла, в Украине потерял интерес, ещё тут рософобия развилась в Украине, громадные полосы, да вся вот русская, все хорошие русские включились в эту кампанию. Ежедневные громадные полосы великого мыслителя Пастухова, который так бесконечно анализирует ошибки Украины, заблуждения Украины, обречённость Украины и так далее. Занимался бы своими делами гражданин Российской Федерации агрессора. Или сегодня вот монументальная Мангайт целый час смаковала проблемы мобилизации, проблемы мобилизации в Украине. Какие серьёзные разногласия между Залужным и Зеленским. Вот похоже, что вся вот эта российская, своя такая качественная либеральная пресса, так же как качественная американская, ну жаждет поражения Украины, а не её победы. Вот такая атмосфера, пик этой атмосферы был вечер 12 декабря. Утверждаю, что мир оттолкнулся от этого дна 12 декабря. Первым таким символическим шагом было, как я сказал, датская копеечка, миллиардик долларов, брошенные на чашу весов нашей победы. Дания пожертвовала миллиард долларов на поддержку Украины. Между прочим, в сравнительных цифрах для американского бюджета, если сравнивать количество 5-миллионное население Дании и 370-миллионное население Штатов, это 75 миллиардов. Также Норвегия, а затем триумфально прошёл, конечно, саммит 14-го, 15-го Европы. Вот многие ещё до сих, yes, недооценивают это значение. Ну, вот, и ненадушное, не говорите мне ничего о Борбане, его просто выкинули из зала во время голосования, ему там заткнули его. И 50 миллиардов, конечно, принято на ура. И главное, что Европейский Союз без всякого возбуждения принял решение, на секундочку, о начале переговоров о приёме ВС воюющей страны. Воюющей страны. Это ещё было немыслимо пару месяцев назад. Принять, начать переговоры о приёме воюющей страны, это значит иметь точное представление о том, чем эта война закончится и на чью победу Европейский Союз будет работать. И это и последовали демонстративная передача 28-ми первых истребителей В-16 голландским, голландским премьер-минициям, голландский премьер-минициям, голландский премьер-минициям, обвиняли специальным заявлением по этому. Германия срочно передала «Патриот», который, кстати, первый дебют этого германского «Патриота», он уничтожил 4 сушки. Вообще, обратили внимание, как резко возросла эффективность украинского вооружения на глазах в последние две недели? Это уничтожение самолётов, уничтожение десантного корабля. Вы знаете, я согласен с теми экспертами, которые объясняют это одним. Резко возросла эффективность применения вот тех замечательных ракет, которые давно предоставлены, французские «Скайлпы» и британские «Стромшейдеры». А почему? Я считаю, видимо, есть уже первые F-16, потому что ракеты-то эти, они приспособлены для использования F-16. Их долго не могли начать использовать. Сделали на коленке, были сделаны какие-то специальные платформы для советских самолётов, там, «Мигов» или «Сус», с которых эти ракеты заполнялись. Конечно, вот в чём значение? F-16 – это вообще, это меняющие условия войны. Оружие, потому что оно многоцелевое. Ну, во-первых, это штурмовая авиация, без которой никакое наступление невозможно. Потом резко возрастает, конечно, эффективность. Эффективность «Стромшейдера» и «Скайлпов» по двум причинам. Ну, во-первых, они органичны. Они органичны, они входят так в эти самооборужения, этих самолётов. А во-вторых, просто эти самолёты могут гораздо более свободны в своём движении, чем советские СУ, украинские. Потому что те более уязвимы для противника, и они с дальних расстояний сравнительно могли это допускать. Это очень страшно. Вообще резко возросла эффективность этих ракет. И, наконец, как справедливо в своём замечательном документальном фильме ещё несколько месяцев назад, АЭП-16 показывал Марк Солонин. Кроме всего прочего, это ещё летающая крепость противовоздушной обороны. Это каждый самолёт, это... Ну, несколько самолётов, брожирующих над Чёрным морем, это снимает всю атаку на юг Украины. Вот, да. И, кстати, это не только Европа, а вот как бы союзники Соединённых Штатов в целом, такой широкий Запад. Япония, которой запрещено дурацким законам, там, собственно, направлять даже... даже оборонить наружу патриот, в Украине она нашёл прекрасный способ. Оно направляет им в те европейские страны, которые направляют свои... Вот, в той же Германии уже был японцы, возместили тот патриот, который немцы направляли. Короче, вот мне... Я прихожу убеждён, что этот... Вот этот такой шквал украинских, проукраинских шагов союзников Соединённых Штатов, это был результат недовольства Европы, европейских, европейских, что вот этими колебаниями Американского Конгресса, это был некий такой... Вот я всё время повторяю свой любимый тезис, что Украина за шиворот втягивает Соединённые Штаты в мировую политику. Так вот, втягивает, но не тянуло, видимо, до конца. Понадобился ещё пинок взад Американскому Конгрессу со стороны европейцев. Это очень чётко было, между прочим, выражено в заявлении такой неожиданной пары, как министров иностранных дел Великобритании и Франции. Ну, Великобритании и Франции с кошкой собакой в Западном Союзе. И они выступили с таким недвусмысленным осуждением колебаний Америки в представлении финансовой и военной помощи. и принципиально подчеркнули, что снова мы будем поддерживать as long as it takes, столько, сколько это понадобится. Ну, это совпало и с теми военными шагами, о которых мы говорим. Я, подводя итоги, скажу, что в этой ситуации, ну, и так было ясно, что, в конце концов, этот финансовый законопроект будет утверждён. Ну, да, продвинулись, продвигается решительно тема конфискации 300 миллиардов долларов российских, используя их на те же украинские нужды. 12-й пакет санкций принят европейским Союзом. Европа, вот, пытаясь воздействовать на свой Конгресс, Остин и Байден сделали как раз перед 12 мая очень резкие заявления. Но особенно Остин, он был заснят в своём кабинете в Пентагоне, и он примерно говорит следующее, я вот сейчас сижу здесь и планирую отправку американских солдат в Европу, которым придётся сражаться с русскими солдатами. Мы этого не хотим, но это придётся сделать, если Украина не получит помощи, и Путин пойдёт дальше, наверное. Ну, в общем, конгрессменов, мудаков он не сдвинул, но именно европейцев это произвело, видимо, серьёзное впечатление. Одно дело абстрактно обсуждать, правильно, давно, это ещё Столтон был в декабре, говорил, 21-го года, по-моему, да, 22-го, да, что если мы не заплатим сейчас деньгами, то нам придётся платить кровь. Это бы, а сейчас они почувствовали это вживую, это реальная опасность, это их касается. И тут масса других шагов мы видим. Финляндия организовывает базы для американских военных, Швеция делает то же самое. Кстати, сегодня тоже маленькая новость, как бы в ту же струю. Турецкий комитет по иностранным делам парламенту утвердил кандидатуру в Швеции, осталось голосование в парламенте, ну, в общем, в Швеции члены. Европа поняла, что дело очень серьёзное, что ныне стоит на весах и что совершается ныне, и я думаю, что не только вопрос о финансовой помощи Украине, но решается вопрос, на наших глазах решается вопрос каждым днём о представлении Украины оружия победы, оружия победы. Продолжение следует...